Ну а буквально вчера почти вся Якутия затаила дыхание. Народная любимица, белая медведица Колымана, вывела из берлоги своего медвежонка. Ждали этого события с начала года. Тогда из зоопарка Артодайду пришли вести о пополнении в чите белых медведей Колыманы и Ломоносова. Что ожидает детеныша, какое имя ему планируют дать, расскажет Сарглана Захарова. Работники зоопарка, которые наблюдали за взрослением малыша с самого начала через камеры, рассказывают, что характером он очень похож на свою маму Колыману, такой же задорный и любопытный. Также они признаются, что сегодня наверняка никто не знал, выйдет ли точно медвежонок к людям. Но на радость всем гостям парка медведица с детенышем не заставили себя долго ждать. Только двери открыли, как из берлоги выбежали мама с малышом. Колымана приступила изучать территорию, а медвежонок, неуклюже бегая за ней, во всем подражал своей маме. В истории Якутии это первый случай, когда в условиях неволи мы получили белого медвежонка. Белый медведь это вообще объект, который охраняется красной книгой, объект животного мира. И получение приплода в условиях неволи это уникальный случай. За 75 дней в берлоге после рождения малыш хорошо окреп и вырос. Все это время за поведением медведицы и ее детеныша работники наблюдали через камеру слежения, которая установлена в помещении. Первое время мы вообще его не видели, потому что колымана держала, ну просто сворачивалась клубком таким, да, не поймешь вообще даже где что, да. И поэтому малыша они ложат обычно вот на лапу одну, второй прикрывают, задние ноги подтягивают, голову тоже вот между лап, да, и получается такой прямо круглый комочек. Постепенно, по мере роста, интересно очень было наблюдать, что позы ее менялись, да. Она уже стала более расслабленной и как бы в форме бутона, да, лежала. То есть уже ноги как бы, лапы свои вытягивала. А потом уже совсем лежала и на спине, и по-разному, да, малыш уже по ней там ползал. Познакомиться с новым членом семьи Белых Медведей приехали даже с Нижнеколымского района. Напомню, что после того, как колыману нашли на Медвежьем острове в 2012 году, некоторое время ее выхаживали в поселке Черский. У нас, ну, кормили ее, вот госинспектор, который лично ее привез, нашел, слепцов Руслан Вячеславович, заботился о ней, мы все знаем. И там было паломничество наших жителей, прямо ходили, смотрели. Но она была вообще, ну, чуть больше рукавички, может, так вот. Сегодня молодая мама с малышом живут одни. Для папы в прошлом году построили отдельный вольер, так как он может представлять опасность для своего детеныша. Что же касается пола Медвежонка, то он станет известен только через две недели. Как мы сообщали ранее, если это будет девочка, то ее передадут в Ленинградский зоопарк, откуда родом Ломоносов. Если же это будет мальчик, то его отдадут на передержку в Хабаровск. Малыш куда-нибудь поедет, потому что, понимаете, вот когда Колымана приехала, да, она же была, вот, 12 килограмм, комочек тоже был совершенно маленький, да, а в декабре уже было 100 килограмм. Представьте себе, да, какое огромное животное. Переводили когда в Новый Вольерию. Вот, и скоро малыш тоже вырастет. Надо будет пару создавать, потому что взрослые животные, из взрослых животных тяжело пару создавать, они могут не принять друг друга. А когда вот как Колымана с Ломоносовым вместе растут, то они уже знают характер друг друга, привыкают друг к другу, да. Передача «Медведи» произойдет ориентировочно будущей зимой, а пока малыш все время находится с мамой. Тем временем Министерство охраны природы республики объявило конкурс на лучшее имя для медвежонка. Заявки будут принимать со всей страны. Итоги подведут через месяц, а пока люди успели крестить малыша умкой из одноименного советского мультфильма. Саргалана Захарова, Евгений Лугинов, Якутия. День за днем. Что за чудо-чудо! Огоньки вокруг!